всем привет вы на канале здесь поставили светофор так и очень удобно раньше его здесь не было здесь раньше раньше вот все было прямо может они как-то часы работы а вот этот огельчик я очень люблю ложки и вилки и ножи в общем вот вот сюда и даже смотрите доски тут зеркала контейнера если вам нужны вот пожалуйста тут же кстати продается вот у них соусы всегда вот таких вот штучках это керамика лежат 35 бат всего вообще ни о чем 70 рублей огурчик сыр бокал шампанского или белого вина или красного вина и очень-очень вкусно вот этот перец очень вкусный чили ну как вкусно это копченый чили острый писец надя хватит тебя багажа 10 килограмм и вообще как собираешься это все вести тут же вот ложечки на память можно себе взять а и тут же вот 120 бат но мы поедем все равно на ночной рынок поэтому посмотрим сколько стоит там на этом же рынке вы можете купить себе швабру сейчас мы находимся у центра фестиваль кстати вспомнила фестивале же на цокольном этаже есть большой огромный футкорт ну что когда два бегуна заходят спортивный отдел с кроссовками тем более если на них есть диском мы сейчас едем над чем сторону джамгена на со своими покупочками оставляем их дома и решили что мы пойдем мы будем есть много есть надеюсь что доберемся до ночного рынка джамгена не знаю до какого но до какого-нибудь доберемся только оставим сумки и дождемся наконец-то вот этого светофора который уже но минуты четыре горит красным светом и никак не хочет сменить его на зелёный и едем если под поездка стоит кстати сейчас проезжаем мимо автобусной станции отсюда отправляется автобусы за 140 или 170 бат я точно не помню до аэропорта вот мы на нем ездили в прошлый раз ну сейчас у нас трансфер было время я пожалел ступа и нес с рынка за это я поздно остановка 2 чемодана на себе не уступать идем в сторону джамгена из маркета и вот этот курс китчен кафе всегда полная вчера помните проходили здесь вообще пустота было уже ну что не работал я говорила что здесь всегда много народу вот всегда много народ в это поднабирается на чем ближе к новому году тем больше народу и трафик такой уже напряженный видите мы тут в пробочке практически идем проще перейти на ту сторону там кстати он волейбол играет и по набережной быстрее и вот актуальный курс валют мне его надо сфотографировать для инстаграм пока идем к рынку а я немножечко вам еще скажу про джамген почему любят люди джамген еще это потому что вдоль всего побережья вот так как идешь ресторанчиков очень много в центре паттайи там получается ну нет такого чтоб ты сидел и с видом на море а здесь такие ресторанчики кафе уютные недорогие кстати там в центре это всегда там супер цена какая-нибудь выставлена а здесь более такой бюджетный вариант и вот можно сидеть с видом на море и ужинать или обедать или завтракать ну там я же говорила это все так вроде как запрещено разрешено мы разрешение но не разрешили вроде продаем но должен быть рецепт рецепта нет но все равно можете брать вот так вот так же как с валютой мы сами не это не пробовали не рисковали и сказать ничего не можем да поэтому так будет проще объяснить да причем и показываем только то что мы делаем сами у нас такой влоговый канал уже полностью у нас уже нет каких-то там специально не едем какие-то обзоры чего-то не делаем вот идем вспомнили сказали вот смотрите вот шикарное кафе да надеюсь вам интересно вид на море замечательно единственное что мы пока не живой музыкой много кафе единственное что пока не снимаем это походы белому другу как то есть у нас факт стеснения не но есть специализирующиеся на этом канал это наверное зачем у нас нормальные семейный влоговый уже канал называется два дебила это сила как я говорила один дебил это горе в семье а два дебила это несокрушимая сила так вот это точно про нас здесь очередной 7-11 по всей видимости строится уже совсем недалеко рынок рядом и вот такой джампиен у нас мне нравится особенно нравится в декабре типа джампиену в шортиках в маечке погода сейчас прекрасная кофту я уже штаны не надеваю как первые два дня или три даже я походила но у меня тогда еще температура была меня морозило поэтому кто его знает на самом деле то ли мне холодно было то ли вообще холодно даже еще какое-то очки сняла теперь ничего не вижу а ну тоже вот видит он живой музыкой так живая музыка на втором этаже поэтому надеюсь что меня youtube не забанит если это живая музыка а отели здесь как правило все старенькие ну я не знаю новых отелей может что-то построилось но в основном вот это вот первая береговая линия она уже давно застроена и тут такие все уже очень под уставшие отели особо никто за ними не следит за время пандемии никто имея тоже особо не занимался по всей видимости имейте ввиду это вам не турция четыре звезды азия четыре звезды здесь надо прямо все гуглить все смотреть отзывы читать ну и вообще не ожидать от отеля там чего-то такого сверхъестественного грандиозного отель и отель пришли переночевали кстати автомат стоит с водой но вот он не работает а вообще стоит полтора бата или бат вода за литр а мы такую даже умудрялись пить некипяченую но вам не советую а вот готовить еду вполне себе в общем сегодня решили мы немножечко уже отпуска подходит концу а мы до сих пор такая на часы смотрю число просто не помню уже какое а мы до сих пор еще не попробовали тайского пива это вообще это так рому попробовали а пиво не попробовали чанг ждет нас или синха а может и то и другое с вами просто я как бы его неудобно будем идти сейчас зайдем наверно в селон возьмем по да короче не знаю оставайтесь не переключайтесь и вы все увидите куда мы за придем или что мы дальше будем делать пока идем вот кстати по блинчики вот эти ротик которые 50 бат она такая же осталась манго с бананом и чем-то еще теперь есть банан плюс манго микс очень вкусные очень жирные очень вкусные я вообще их очень люблю если будете в таиланде обязательно ну если мы еще их съедим а потом еще чего нибудь съедим сейчас подходим к рынку да раньше как-то здесь больше было а сейчас вот я по-моему первый раз я в городе видел один раз но я прям постоянно их раньше кого и ела и бесконечно их можно употреблять настолько они вкусные сейчас пойдем по рыночку посмотрим я вам обзор делать не буду так скажу что пробовала что не пробовала может вы что-то пробовали мне в комментариях напишите ну и на рынке нас встречает вот прямо самое настоящее наша и на все почему мы привыкли не переживайте кто страдает обе от отсутствия русской пищи она здесь есть ой вот эту рыбу в соли очень вкусная вот это все вверху вверху не я так внутри на такая мягкая похоже на карпа наверно нашу может это он и есть мы может быть возьмем если возьмем я вам покажу обязательно 152 такая рыбка здесь конечно фрэш и и народу видите сколько на рынке на время 8 часов вечера вчера мы были на большом рынке там не было столько народу и там было место здесь есть на джамке найт-маркете получается и куда сядешь так вот грин 200 бат ребрышки очень вкусные на том рынке 50 бат за 100 грамм на этом не знаю конечно же сладости булочки пончики все это конечно очень вкусно это банановые кексы я уже сняла и вот эти роллы но кто-то и как бы терпеть не может а я я обожаю по 10 бат наберу вечно какую-нибудь фигни и с пивом самое оно а вот смотрите какая очередь запатаем к месту другому мы сегодня туда не прорвемся и опять не патая не поесть я хочу я вообще все хочу но еще не определилась просто так вот здесь у нас уже блинчики делают так что имейте ввиду цены разные и начинки тоже разные опять ребра овощи уже 50 за 100 грамм также как на новом здесь у нас есть даже не знаете как называется это мексиганская кухня видите мексиганская еда появилась или не было здесь я тоже не а вот эти вот штучки кстати это по типу наш мы в этом ели в китае топилки или так называется похоже там и сменожки внутри вот всякая но это не знаю здесь я конкретно не ела уже у нас халатики а вот эти вот сладкие по моему штуки и но это не точно перья они тогда перетели на яйца это я перепутала вот тут еще и пиццу я как-то на хлебе что ли сделано интересно опять роллы снова здесь у нас тоже и да и да а вот это я не пробовала кстати но что-то на пару похоже вот на китайские вот эти вот булочки какие-то что могу сказать я не вижу сухов понимаете я тупо не вижу где могу поесть том я еще что-то тут такого по всей видимости нет тут тоже вот эти сладкие всякие штучки нет здесь не сладкие здесь морепродуктами видите резюмируя сей факт могу сказать что стало намного меньше тайской и больше европейской вот так единственное место которое мне встретилось где готовят том ям 100 бат больше больше что-то нигде ничего скумбрия раньше мне нравилось креветочки тоже вкусные вареные 200 бат но вкуснее когда их купишь сам на рыночке и сваришь снова роллы ну и вот в принципе и все все что здесь было я вам показала здесь два небольших ряда получается с едой голодными не останетесь точно но в ближайшее время сходим на новый рынок и посмотрим что там так вот тоже бурки с курицей с яйцом там как-то все сделано интересно много новой еды какой-то появилось вот здесь я всегда вот здесь конкретно брала салат с морепродуктами но сейчас я не знаю пока что я хочу поэтому немножечко погуляем посмотрим что здесь есть картошка картошка очень вкусная 89 здесь немножечко другая цена и вообще немножечко другая политика даже но картошка вкусная мы ее закупали огонь стало намного меньше тайской еды стало намного больше европейской мексиканской и посуда вот вареная курочка я бы поела вот жареная я уже не хочу опять русская еда вот пожалуйста вам наверно плохо видно цены но если что ставьте на паузе тоже слагетти а вот манго стихи рай но вот смотрите здесь манго порезанный липкий рис и кокосовый соус вот это обязательно надо поесть в Таиланде без этого просто считайте что мы не были в Таиланде если не поели манго стихи райс и у нас здесь бар все коктейли любой коктейль стоит 100 тайских батов нет уже 160 извините инфляция по всей видимости цены растут а тут же на рынке у нас одежда обувь все что угодно ну что я не знаю даже будем есть пиве ну конечно а чё будем есть ну давай чё-то поедем короче сейчас что-нибудь возьмём и вам покажем ну что ребята пока я тут параулила столик палочным тут что-то добыл пиво к сожалению не добыл со своим пивом сюда нельзя если на тот рынок на большой новый можно хоть с чем сюда только вот здесь все покупать охранник ходит смотрит что здесь выпьете поэтому либо берите местное здесь уже либо несите домой как мы сейчас придется сначала поесть а потом пить пиво мы пойдем на пляж даже к лучшему серёж открывай пожалуйста побыстрее и всё потому что играет музыка и я хочу быстрее показать что мы взяли чтоб не дай бог сами знаете что ну что сегодня у нас полностью рыбный день вернее рыбный вечер роллы здесь у нас это васаби с соусом здесь два вида соуса оба острые не знаю острые к рыбе это вот дают 150 бат вот это вот большая огромная рыбина Палыч давай потроши её потихонечку я хочу роллы а ты роллы хочешь ну давай здесь у нас чем ты не перемешал ничего короче вы даже посмотреть ничего не успеваете Палыч просто метёт всё метёт посмотрите что творится мне сейчас ничего не достанется всё давай рыбу пока распотроши а я пока займусь роллами в общем Палыч говорит какие-то роллы здесь по 10 бат какие-то по 20 бат вот это 20 это самая большая здесь у нас тёмга какие-то палочки крабовые авокадо ну в общем здесь всё серьёзно сейчас заценим я забыла могу что его соус но можно было и не вообще вкусно они стали вкуснее чем прикуда насад ну вот крабовые палочки внутри всё портят старайтесь брать такие чтобы там что-то натуральное было потому что у них крабовые палочки и такой имеют сладкий привкус а палочки временем уже раздербанил рыбину это кожура серёжа что-то торопишься есть вот это вот так снимается аккуратно ты ее не ешь я тебя попросила раскрыть рыбу подготовить к трапезе вот а теперь вот это берётся вилочку тебе дали в стритка мягкая макая макаяться в соус давайте в острый это чили это у нас очень острый очень острый это очень острый ну рыба ну рыба прям вортутает прям даже жевать не надо и главное ее здесь нормально так на двоих на троих наверное даже хватит кости крупные мелких вроде пока не встречается по-моему здесь нет мелких давайте попробуем просто без соуса это прям карп карп не соленый абсолютно не соленый если вы думаете по вкусу то вот вся соль это все снаружи и она внутрь вообще никак вот самое диетическое запеченное не жареное если вот в основном все жареное такое жирное продают а если вы такое не едите то вот такая рыба все не запеченная это просто как вот вот прям песня прям вот советую скомбрию можно запеченную и вот эту вот рыбу если я сейчас не потороплюсь я боюсь что что палыч тут все без меня уже съест а этот соус какой менее жирный менее жирный или менее острый менее острый короче вы поняли палыч до сих пор не может отойти от двух вчерашних ром ходит сегодня везде у меня как замороженный но я в принципе тоже такая же сейчас мы ужинаем потом идем на пляж пить пиво надо же тестировать пиво которое у нас под столом и нам его открыть не разрешают поэтому мы будем пить пиво уже на набережной и увидимся с вами как раз за этой вот приятной процедурой а пока приятного всем аппетита нам и вам это все что осталось в общем ребята реально этой рыбины я не знаю наверное на четверых хватит она очень жирная прям жирно вот в животе это капец столько там рыбьего жира коллагена просто она бомбически вкусная бомбически жирная и мне не хватало каких-то зеленушек ней то есть хотелось бы что палыч какие-то овощи немножко купил а он не купил вот если да вот косточки обладывать видите там прямо вот прям вот этот вот самый коллаген и содержится и вот этот соус мы не смогли есть он очень острый а вот этот прям суперский он тут с какими-то орешками короче он слегка острый и очень вкусный что-то там лайм я почувствовала как раз наверное вот это крыль и соусы молчу потому что рота да у нас теперь видите тут кость голова там все выпотрошено там в голове ничего нету это все можно обглазать в голове ничего нету как у меня да видите там травка и жир в животе как ты сказал вот эта травка это лимонграсс вот она видите как выглядит и пахнет как лимонграсс и в животике у рыбки тоже была такая вот травка и сейчас у нас с палычем такая же ситуация как с клубникой когда мы в турции обожрались клубники и друг другу ее перекидывали да ешь ты да нет ешь ты сначала оба накинулись а теперь не знаем кому это все доедает но хорошо что у меня палыч никогда не отказывается всегда голодный поэтому а потом страдает доест от переедания а потом будет страдать почему он такой жирный не переживай Сережа это омега-3 это рыбий жир он очень полезный во-первых витамины витамин D во-вторых омега он способствует усвоению вищи перевариванию и как ни странно жирные кислоты вот эти жиры способствуют похудению между прочим вот именно Завтра проснусь и рисковать да ну вот а завтра еще мы планируем вот такие затестить пиво которое у нас греется под столом поэтому сейчас пойдем уже ждем палыча давайте ему лайков накидаем чтоб он быстрее это все уже доел и идем пить пиво ну что сегодня мы как настоящие тайцы сидим на тротуаре батарея на камере у меня села поэтому вы можете видеть тут шнур торчит пьем пиво отдыхаем с видом на Сиамский залив и хочется пожелать чтобы у всех у нас было больше таких душевных моментов в жизни и хорошего настроения да и хорошего настроения а насчет пива ну пиво да и пиво ничего особенного раньше я любила его а сейчас могла бы и не пить ничего бы не потеряла ну вроде как отметиться надо ну пунктик гештальт свой закрыла но это еще не конец нашего сегодняшнего время препровождения мы еще куда-нибудь отправимся поэтому оставайтесь с нами я думаю на массаж да мы мы еще куда-нибудь заблудимся это сто процентов ииии на этой праздничной ноте да подожди ты еще ты хоть скажи где ты был опять у меня такое ощущение что преисподня какую то блять это блять деволицу бабку блять меня посадили Деви, давай, ёбану твою мать, я лет больше, чем, блядь, мне, Надюхе, блядь, моей бабушке вместе взятые. Ты хоть объясни людям-то. Ну, потому что, пиздец, пиздец, мы вообще-то с массажа вышли. Как это, блядь, как сорока. 20 минут голень мою и тёрла. Катец. Татуировочку твою разглядывала. Насколько люблю массаж, настолько это был такой стрёмный, капец. Короче, получу этот раз никак. Она говорит, tomorrow, я говорю, no tomorrow, беа, 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 энд ром. Говорю, всё, финиш массаж. Вы отбили мне навсегда любую массаж. В общем, посмотрите, вот видите, как проводов здесь гудят под напряжением. Будьте осторожны, когда ходите по Паттайе. Очень часто бывает, даже вот они на земле лежат. Не наступайте ни в коем случае, потому что недавно убила парня током. После такого массажа, блядь, блядь, у меня. Это так, вставочка такая, чик-чик, включение. Наверное, блядь, массаж сделал у этой бабки, блядь. Думает, ну чё уж это, перекушу я эти провода, блядь. Больше дрессанет мне. Капец. А мне повезло опять, мне всё шикарно сделали. На этот раз я даже умудрилась вздремнуть на массаже. На тайском? Хотя на тайском. Нет, она сильно нормально делала, но так как-то плавно, нежно, с силой. И я всё равно поспула. Поэтому так сейчас битренько протяжил здесь. Как можно поделать голень и тут же перейти на спину? Моментально. Голень спина, голень спина, голень спина. Туда-сюда прыгает и пиздец. Я пикать, как это всё буду потом, Серёжа? Ты чё? Мне хочется сейчас пикать. Я, короче, запикивать ничего не буду. Как хотите, так и смотрите. Мои люди видят реальные эмоции. Если бы я мог фотографию повесить, ты... Ну, она сразу тебя присмотрела, просто выцепила. А, правда. Я просто рулю его. Сюда иди. Камон, мистер. Камон, мистер, иди сюда. Я на тобой поиздеваюсь. В общем, на этой такой позитивной доте мы идём в сторону своего отеля. Такое ощущение, что 200 бат просто коту в жопу засунули. Я вообще-то людям рассказываю, что надо ходить на массаж, надо пробовать, надо везде пробовать. Если везде, если на стиль достойно массажиста, не прыгайте никуда. Я вам точно скажу. Держитесь за него. Да, держитесь за него пока в отпуске. Потому что в других местах будет капец. Поверьте мне, лучше не будет. Это как с женщинами, да? Вот, сходили первый раз. Это хорошо промяли, я думаю. И Надюха, это она меня с понталуку сбила. Я что? А давай попробуем в другом месте. Вдруг там лучше. Мне везде хорошо делать. Ну, плюс-минус там. А, знаешь, что мне не понравилось в первом-то месте? Там на нас одёжку не надевали. А здесь одёжку надевали красивую. А току, кстати, она на меня надёжку надела и мазала мне бальзамом по спине. По одежде? Нет, нет, прям залазила бы. Ну, мне тоже так делала. Ну, что за техника отельского массажа? Надеть эту одежду и всё равно лазить по спине. В общем, главное, я кайфанула. Палыч, не кайфанул. Да, я же кайфанула, заснул бы. Двести бат. Думаю, лучше я просплю это несчастье. На этой всё-таки позитивной ноте, я считаю. Понятно. Сейчас люду Романа и... А, я поняла, он просто его... Пива, видимо, мало оказалось. Да, причём здесь пиво-то, капец какой-то. О, мы дошли. Так, всё, на этой позитивной ноте мы прощаемся с вами. Да, ребят, это всё. Увидимся завтра. Ходите на массаж, ходите на массаж, но ходите проверенным желательно людям. Ну, там, где вам уже понравилось, и не пытайтесь найти что-то новое и более экзотическое. Мы вас любим, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok